От Европы до Америки. Сборные команды пловцов 16 армий, в том числе и блока НАТО, неделю провели в Самаре. Сражались за медали чемпионата мира. Первое общекомандное место у России. Кто победил в этой схватке не главное, в один голос уверяют иностранные офицеры, которые стоят в одном строю в ожидании возложения цветов к вечному огню в день флага России. Ведь девиз Международной военной спортивной организации «Дружба через спорт». 50-й чемпионат по плаванию прошел в дружеской атмосфере. Чемпионат мира россияне организовали хорошо. В Самаре установили 9 мировых рекордов. Но важнее всего, что мы наладили новые дружеские связи. Появилось доверие между странами-участницами. Традиции возложения цветов к воинским мемориалам в памятные даты и на государственные праздники существуют не только в России. В бразильских городах люди приходят к вечному огню у памятников неизвестному солдату и тоже отдают дань памяти погибшим воинам во Второй мировой войне. Мы тоже боролись с фашистским режимом в Бразилии и были добровольцы, которые уезжали воевать в Европу. Конечно, невозможно сравнить по серии советской армии во Второй мировой войне и сколько погибло бразильцев. Но мы знаем, что это такое. Ищтим память советских солдат сегодня в Самаре. На торжественной церемонии руководство региона и представители российской армии предложили гостям чаще встречаться и сражаться, но только на спортивных аренах. Тем более, что в Самаре для этого созданы все условия. И сегодня мы говорили с представителями зарубежных государств, представителями армейского спорта о том, что есть очень многое, что нас объединяет. Сам по себе спорт – это уже очень важное объединяющее начало. Наши гости отсюда уедут и увезут не только спортивный опыт, не только награды, которые заслуженные они здесь получили, но и впечатления от встреч, от людей. Минута молчания в изложении цветов. Представители армии 16 государств, участниц чемпионата мира по плаванию, в день флаг России приобщились к одной из лучших традиций российских военных. Увозя с собой на родину не только заслуженные награды, но и патриотические переживания и уважение к соперникам. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.